Добрый день! Ко мне очень часто обращаются мужчины, которые не хотят продолжать отношения с женщиной, считая, что их отношения уже давно исчерпали себя. Вы, наверное, уже знаете, что каждый знак зодиака имеет свои черты характера, а посему, зная их, можно легко играть на этом, понимая, как именно будет реагировать тот или иной человек в какой-то определенной ситуации. Пусть простят меня милые дамы, но сегодня я, Вячеслав Чиро, решил дать пару советов всем тем мужчинам, которые решили спровоцировать конец своих отношений с той или иной женщиной. Так что если вы мужчина и решили разорвать свои отношения с женщиной, имеет смысл использовать вот такой несложный перечень гарантированных способов, которые помогут вам менее проблематично дойти до точки разрыва и при этом понять для себя, кто вы есть на самом деле. Хотя, если говорить откровенно, лучше всего просто поговорить и честно разорвать отношения на некой дружественной ноте того, что между вами было. Мои советы сегодня будут направлены в сторону женщин-знака близнецов, весы и водолея. Ну что, поехали? Женщина-близнецы. Ну, во-первых, создайте ей некое подобие скучной и не совсем интересной жизни, где она бы была лишена привычного доселе ей общения. В общих разговорах с ней научитесь детально и монотонно рассказывать по многу раз то, что ей неинтересно. Бурно обсуждайте все спорные проблемы вашей жизни и не давайте ей возможность вставить свои пять копеек в ваш яркий монолог. Начните надоедать ей своими просьбами и упреками. Таким образом, вы сделаете ее жизнь однообразной, что, несомненно, не понравится ей. Ежедневно ссылайтесь на то, что все плохо, ну а завтра, живя с ней, по вашему мнению, скорее всего, будет еще хуже, чем сегодня. По возможности, ограничите ей свободу передвижения и сами долгое время не выходите с ней в люди. Начните приручать ее к ведению домашнего хозяйства, чтобы рутина семейной жизни ее целиком съела. Старайтесь, чтобы ваш дом посещали те люди, которые ей неинтересны, чтобы их общение было занудным и максимально бессодержательным. Поверьте мне, пройдет немного времени и она сама скажет вам «пока, милый». Женщина весы. Запомните, чтобы быстро расстаться с ней, вам просто надо вывести ее из состояния равновесия. Вам понадобится перестать следить за собой, то есть не обращать особого внимания, во что вы одеты, сколько раз в день вы кушаете и многое другое. Станьте шумным и ввязывайтесь в споры, научитесь просто болтать о ничего не значащих вещах, то есть о любых пустяках, которые приходят к вам в голову. Постарайтесь говорить ей о ее легкомысленном отношении к деньгам и вообще жалуйтесь на все, что угодно. Возьмите в свои руки контроль над всеми ее средствами, чтобы подчеркнуть свою личную значимость в ее жизни. Большая часть претензий к жизни должна быть направлена в сторону ее непунктуальности и ее дел, которые не выдерживают никакой критики по срокам их выполнения и к качеству самой работы. Забудьте, что она достойна вообще каких-либо комплиментов. Лишите ее вкусной еды и чистоты в доме. Во время секса сделайте все по-быстрому, чтобы она так и не поняла, что произошло на самом деле. Ваша критика в ее адрес не должна иметь никаких границ. Если она умеет готовить, перестаньте хвалить ее и сошлитесь на то, что она потеряла сноровку в этом деле. Вам надо сделать все возможное, чтобы она перестала гордиться собой и постоянно чувствовала себя ущербной. Она не потерпит физического воздействия в свою сторону и, поразмыслив на досуге, сама найдет возможность прервать ваши отношения как можно быстрее. Женщина-водолей. Скорее всего, она сама лично быстрее бросит вас, чем вы это захотите сделать с ней. Она та, кто интуитивно видит то, что скрыто от чужих глаз. Чтобы избавиться от нее, вам просто надо стать скучным и на все 100% домашним. Постарайтесь лишить ее встреч с друзьями, без которых, как без воздуха, еды и выпивки, она не может жить. Ваша своеобразная прижимистость и скупость может сделать вашу совместную жизнь невыносимой. Отвергайте любые советы с ее стороны и не переставайте жаловаться на вашу совместную жизнь. Сделайте так, чтобы она думала, что вы от нее что-то скрываете. Имеет смысл высмеивать людей, подчеркивая их врожденный эгоизм, как и любую их благотворительную деятельность, на которой они тупо зарабатывают свои огромные состояния. Замечая ее ошибки, постарайтесь возвести их в ранг непристойных для нее самой. Станьте старомодным, имея на все свои личные консервативные взгляды. Старайтесь повлиять на ее выбор одежды, стиль жизни и многое другое, что может вызвать у нее желание бунтовать против вашего навязывания своих идеалов. Ну вот, кажется, и все на сегодня. Если будет надобность, обращайтесь. Мой телефон в Ирландии. Плюс 353-86-32-36-393. Повторю еще раз. Плюс 353-86-32-36-393. Чем смогу, тем и помогу. Ну а на сегодня у меня для вас больше ничего интересного нет. До скорого! С уважением ко всем, кому интересно знать о себе, как можно больше, ваш Вячеслав Чаро. 18 марта 2016 года. Город Дублин, Ирландия.